5 икс. Этот мотокомбинезон он наденет в самую последнюю очередь. Александр Дубровин сам себя называет недобайкером. Все из-за средства передвижения. Вместо мотоцикла он использует скутер. С турбонадумом что ли будет еще? Свою машину Александр называет коньком-грыбунком. На нем он уже проехал 13 тысяч километров. А этой зимой решил вместе с другом-байкером совершить зимний мотопробег. 500 километров за 24 часа. Вы сумасшедшие, без мата скажу. Теперь пойми, сколько людей ездит летом на мотоциклах? Я говорю, ну много. А сколько лет, то есть зимой ездят на мотоциклах? Мало. А сколько зимой ездят на скутерах? Ну ты понял, почему? Я говорю, понял. Вы сумасшедшие, но я с вами. Вообще Александр Дубровин рекордсмен мира. Несколько лет назад на его животе разбили 29 кирпичей. А еще каскадер и фитнес-инструктор. Езда на скутере только хобби. К мотопробегу он, как и положено, готовился заранее. Самое сложное было найти специальную резину. Помогли московские байкеры. В саратовском гараже тем временем к пробегу готовили его машину. Друг и механик Дмитрий поменял все расходники, подготовил скутер к зимним реалиям. У меня много друзей, у которых техника своя. И они мне периодически ставят какие-то нестандартные задачи. В общем-то интересно решить их. Сейчас уже практически все готово к мотопробегу. Старт на следующей неделе. Мототуристы проедут по маршруту Белгород-Курск-Орел-Тула. Финиш должен состояться на зимнем мотослете байкеров России. Павел Фитилев, Алексей Чудин. Новости Телеобъектив.